Итак, господа, давайте знакомиться с бойцами. Слева от меня находится боец, которому 21 год. Его рост 171 сантиметр и вес 59,2 килограмма. Его профессиональный рекорд 3 победы. Ноль поражений, ноль ничьих. Его базовый стиль ММА. Встречайте прямо из города Бишкек, Республика Кыргызстан. Олимпиак Толеспай! Его оппонент. Справа от меня находится боец, которому 23 года. Его рост 170 сантиметров, вес 57,2 килограмма. Профессиональный рекорд 7 побед. Два поражения, ноль ничьих. Его базовый стиль ММА. Встречайте, представляющий город Грозный, Чеченскую Республику. Мовлади Кауава! Репривак Тагони Ашота Шагян. И Кауава тут же пытается перевести своего соперника. Удается ему это сделать. Да, динамичное начало. Вообще, это как бы стихия Каламова. Оборот, борьба, грэпплинг. В углу у него черный пояс по-бразильскому джиу-джитсу. Ислан Датсаев. Также его старший брат Мурат Каламов. По-собместительству, действующий боец. В общем, есть мотивация. Есть мотивация, есть кому что подсказать. Тот же Асланбек Дураев тоже. Ну, правда, он больше, наверное, по ударной части. Он сейчас хорошую позицию все-таки занимает Каламов. Маунте он. Вот удержать бы. А чтобы удержать, нужно бить. В такой ситуации. Либо ты соперник остается на той же шине. Или же отдает и к самому фину. Ну, а здесь вот получается, что Олимпиак Таласбаев здорово подкрутился. Перевернул соперника. И сейчас он сверху. Правда, не в такой выгодной позиции, как был Моллади. Но, тем не менее. Я думаю, он скорее рад, чем расстроен. Конечно. Да, здорово. Здорово. Конечно, интересный поединок смотрится. Манас на шортах написан киргизского спортсмена. Ну, это логично. У большинства киргизских спортсменов есть что-то связанное с этим народным эпосом Айкол Манас. Насколько я помню, это главный канонический такой народный эпос. Причем самый большой подобного рода в мире. Устно передаваемый эпос. Это национальный герой. Очень интересно. И тут же Хаммерфист включает дополнительные локти. Таласбай. Не занимает позицию сбоку. Ну, практически. Но вот теперь уже точно. Да, вот колено на живот. А это всегда очень неприятно. Близок к тому, чтобы сесть в маунт, мне кажется. Если есть такая цель. Вот креветка и забирается, чуть улучшая позицию. Но, если честно, в последнее время вот этот боковой контроль, он бывает намного выгоднее, чем маунт. Сейчас научились мало-то сбрасывать, да, переворачиваться, особенно вот в таких категориях. А боковым контролем легче, извините, с этой автологией контролировать и в то же время бить соперника. Да, согласен. Особенно если получается зафиксировать руки, или хотя бы одну руку, то это, конечно, намного удобнее. Но тоже все, конечно, вот конкретных умений, навыков и ситуаций. Да, да. Здесь же мы видим, что, в общем-то, подзабирает свою пользу, мне кажется, этот второй раунд киргизский спортсмен. А вот сейчас попытка рычага локтя. Неудачно, но есть... Но интересный очень вариант был, да. Мы видели, как сегодня уже этот прием проходил. А не лучше ли было в этой ситуации треугольник и попытаться задушить? Сейчас уже назад не отмотаешь, поэтому... Ну да, мы... Жизнелюбится сослагательных наклонений. А вот сейчас посмотрите. Чуть было не отпущу руку Коламова. Талас Баааа. Ох! Хорошие попадания. И еще добавляют. И еще. На добивании очень стандартной позиции такой, да. Очень непростой, очень интересный и яркий персонаж. Олимбек Толстобай. Олимбек, да. Через два-три боя, да, он в высшую лигу попадет. Но для начала нужно сейчас все-таки подтвердить, оправдать вот этот аванс, который мы выдаем сейчас. Ну да, ну и вместо апелляций, конечно, чуть больше пробовать что-то делать самому. Ну, Толстобай апеллировал на то, что он не успел на ноги подняться, когда пропускал удар в голову. Я, честно говоря, не понял эпизода, но верю вам. А прав он или нет, ну только, наверное, по-повтору мы поймем. Ну, в любом случае с ним сейчас все хорошо, и он кажется несколько менее уставшим, нежели его оппонент. Ладно, посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Да. Диана Торзок сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. И как раз вот такие удушающие приемы, что-то еще, они вполне могут быть ожидаемы. Не все-таки переводит Коламо Таласбая. Посмотрим, насколько он сможет забрать себе этот раунд. Позиция, в общем, к этому располагает. Здесь подышать, подышать, активно поработать и вполне себе. Собственно, 3.20, не сказать, что это сильно много и... Так, ага, обходит, обходит. Ну, все-таки прислушивался к своему главу, Оладий Коламов выполняет их установку. Подсказывали ему, что, ну, ты ближе. Тебе нужно быть активнее, реабилитироваться за предыдущий раунд, как минимум. И пока получается это сделать. Да, соглашусь. Другой момент, что мы помним, что с несколько большим, ну, по видимости, запасом сил подошел к этому раунду киргизский спортсмен. И, может быть, ему здесь вставать или делать какие-то успешные действия снизу будет проще. Ну, и, конечно, к Коламову, возможно, бы чуть больше именно таких выраженных попаданий. Ну, хорошие, как сейчас, да, были? Да, сейчас удачно. Конечно, не было там возможности включить Сюспину в этот удар, в эти удары, но при этом было интересно. Эпизод был так забран. Продолжается примерно та же работа и... А, вот, кстати, акцентированный хороший удар. И встает киргизский спортсмен. И полтора минуты до конца этого боя. Ну что, будет ли здесь очередной какой-то перелом в этой восходящей прямой нашего поединка? Так, а что это? Это у Душающего. И, кстати, теоретически при плотном захвате... Заснул. Да, у Душающего есть. И очень классно. Все-таки... Все-таки Олимбек Талазбаев одерживает победу и... Показывает себя как действительно отличного спортсмена. И... И Ангигалс обратите внимание на этого парня. Ну он стоит того, чтобы предлагать ему новые бои. Очень яркий и интересный. И давайте по-честному, серьезного бойца сегодня победим. Малаги Каламов, мягко говоря, непроходной боец. Не знаем всех причин побед и поражения, но порадуемся тому, что поединок получился интересным. Безусловно, поздравляем Олимбека и, конечно же, желаем успехов в дальнейшем Малаги Каламову. Да, безусловно, с вами с вами. Уважаемые зрители, уважаемые бойцы, мы готовы огласить результат. Итак, на третьей минуте, 57-й секунде третьего раунда, удушающим приемом одержал победу боец из синего угла Олимбек Тонус Пай Креста. Которого мы от души поздравляем. Мы видим, кстати, как он выражает, подчеркнув за свое уважение к оппоненту. Ну и правильно, правильная, нормальная, мужская постановка вопросов. И мы, даже несмотря на это, пойдем дальше, друзья. Гальчик поединку под номером...